Президентом России 2015-й был объявлен Годом Литературы. Именно поэтому проект «Фестиваль Живое Слово» реализуется в этом году. Это дает широкие возможности для привлечения к чтению детей и подростков. Дать возможность нашим мочегурцам расширить знания, понимание литературного процесса. То есть мы встречи с нашими мочегурскими писателями и мурманскими проводим регулярно. А вот писатели всероссийского масштаба, в общем-то, не очень частые гости здесь у нас, в нашей далекой северной провинции. Дмитрий Емец – известный писатель-фантаст. На его счету более 70 книг. Сам автор определил возраст своих читателей от 6 до 99 лет. В основном он пишет сериями, таким образом вовлекая читателя в фантастические события. Пообщаться с писателем приехали даже его поклонницы из «Полярных зарей». Но встреча не ограничилась лишь общением. В рамках этого проекта у нас состоится ряд мероприятий, в том числе и встреча с Дмитрием Александровичем Емцом. И еще в рамках этого проекта, кроме встречи, посвященной Дмитрию Александровичу, у нас состоялся городской конкурс рисунков. Даже не рисунков, назовем его так, конкурс иллюстраций к его произведениям. И сегодня на последней встрече будут читатели, будут волонтеры нашей библиотеки и будут участники этого конкурса. И будут объявлены три победителя. И подарки будет вручать Дмитрий Александрович, который был почетным членом жюри этого конкурса. Победители объявлены в разных возрастных номинациях. Ими стали Дмитрий Подольский, Арина Петропова и Алена Милославская. Алена знакома с творчеством писателя около трех лет. К своей работе подошла серьезно. Ей удалось отобразить краткое содержание книги. Я узнала о конкурсе незадолго до того, как уже надо было сдавать работу. Поэтому у меня было не очень много времени о том, чтобы подумать. Я сделала работу к последнему его произведению, которое я прочитала. И это была Таня Гроттер «Перстинь жемчужины». В качестве главных призов ребятам были вручены графические планшеты от Кольской ГМК. А вот личные симпатии автора завоевали две работы, которые он попросту не мог не выделить. Автор одной из них – Ульяна Якименко. Не без помощи мамы главным персонажем ее работы стал любимый герой «Дракончик Пыхалка». Ульяша сделала маленькую миниатюрку сначала, потом мы все это сделали в больший формат. Постарались, да. Уже вносили какие-то коррективы. Да? Ты говори, говори тоже со мной. Вносили какие-то коррективы там по ходу уже изготовления работы. И делали 3D. Да, сделали, постарались сделать эффект 3D. По признанию писателя работы приятно удивили и порадовали его. Видно, что они читали книгу, прежде чем ее рисовать, потому что там знание текста очень сильное. И видно, там, допустим, были работы, которые были высоко оценены. Видно было, что человек, видимо, знаком с целым циклом книг, потому что герои, которые он рисовал, были из разных книг серии. Благодарность за участие. Закладки для книг с автографом автора получили все участники конкурса. Однако это только начало. Впереди ребят еще ждет немало встреч с талантливыми, знаменитыми людьми.